Роллер-спорт Олимпийской семьи 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 Соответственно, дальше уже обучение идет в гору Как показывает практика, достаточно 3-4 занятия, чтобы уже освоить технику движения вперед, какие-то простые повороты и торможения То есть уже после 4 занятий вы можете спокойно передвигаться по набережной Вслед за детьми встают на ролики и родители, занимаясь серьезно таким видом спорта, понимая, что это уже давно не просто развлечение, это еще и хороший способ поддерживать себя в тонусе в любом возрасте По секрету у меня самому взрослому ученику было 67 лет, поэтому я могу смело заявить, что роллер-спорт это спорт для всех, для целой семьи, вы можете кататься с детьми, вы можете кататься бабушками, дедушками, тетями и, кстати, это неплохой вид спорта для поддержания себя в форме, покруче, чем любой фитнес Работают абсолютно все мышцы, поэтому девочки имейте в виду Это движение во Владивостоке набирает обороты с 2013 года И все бы ничего, но местным роллерам сейчас некуда расти Соревнования и мероприятия проводятся только во Владивостоке, всего два раза в год, а хочется большего Решить эту проблему может всего лишь одна деталь Единственное, что нас тормозит, это отсутствие роллер-дрома и площадки, где мы могли бы тренироваться и в зимний период Поэтому сейчас сложность только в том, что мы не можем подготовить спортсменов и куда-то их выставить на соревнования В тот же Китай, в Азию, потому что там постоянно проходят соревнования, только по той причине, что нам не хватает времени для тренировок круглогодично Сейчас роллеры активно ищут подходящее помещение Мотивация тут еще в том, что Федерация роллер-спорта России с нетерпением ждет в свои ряды Владивосток Сейчас же пока городской федерации нет, но основа для нее готова уже давно Сегодня существует активная программа тренировок, на которых учат всем азам каждой категории роллер-спорта Например, есть инструктор по такому агрессивному стилю, как фрискейт Это уже не прогулочное катание, а скоростное и экстремальное увлечение, которым лучше заниматься дважды подумав Можно получить очень серьезные травмы, особенно не умея приземляться, не имея нормальных роликов Лучше всего для этого пластиковые ролики, потому что есть мягкие фитнес ролики, у них только каф пластиковый При этом можно упасть, этот каф очень плохо держит ногу, ролики должны быть затянуты, но не сильно Более гуманная и безопасная дисциплина – это квады Старички, так сказать, сегодня все еще актуальны Сегодня их, как и несколько лет назад, используют по большей части для танцевальных движений и красивого фигурного катания Все потому, что ездить на них легче, правда, не во всех планах Они менее маневренны, нежели чем большинство из тех, кто катается на онлайнах, но они танцевальны, на них можно делать очень много движений, танцевать, релакс, расслабление, драйв Все это, и вообще изначально ролики были именно такого вида, они были квадами А того, кого не манит скорость или классический стиль, может заинтересовать красивая дисциплина фристайл с лалом Это тот тип, где роллер красиво и ловко объезжает дорожку из конусов, параллельно выполняя различные артистичные трюки Свобода самовыражения – основа для успешного номера А, как известно, с фантазией лучше всего у детей, поэтому для них эта дисциплина – одна из любимых Детям реально это интересно, то есть им не интересно кататься на роликах, скажем так, туда-сюда или, как говорится, свободное катание Им интересно именно более развиваться в этой сфере, потому что это интересно, это прогрессивно, это увлекательно Тем более, это очень хорошая тренировка для бедренных мышц и для икроножных, плюс для ног в целом Пока владивостокские роллеры не устраивают сложные соревнования, дисциплины подаются легко, чтобы не пугать новичков А чтобы привлечь эти самые свежие лица, опытные ребята даже устраивают бесплатные мастер-классы каждое летнее воскресенье Поэтому приобщиться к такому интересному и быстро развивающемуся виду спорта сегодня может каждый С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом» Субтитры создавал DimaTorzok